Вдруг поймает себя на мысли, что наконец вдруг он услышал, о чём я говорю. Почему он сразу не слышит? Шаблоны мышления, стереотипы мешают нам услышать новое. Потому что то, что я говорю, очень просто. Здравствуйте, дорогие наши зрители канала Перехват Управления. Сегодня у нас сегодня на связи Хасай Алиев и доктор. Здравствуйте, Хасай. Приветствую сердечно вас и всех ваших слушателей. Вы, как всегда, улыбаетесь, у вас всё хорошо. Спасибо за это хорошее настроение. Хасай, давайте сегодня поговорим о смелости и о бескорыстии. Из-за этих качеств, из-за этих причин, что в человечестве так много вот этих вот негативных качеств, у нас мир кастится, ну, я так думаю, к ядерной войне, то есть к уничтожению своему. Как нам с вами воодушевить людей на новые подвиги? Очень хороший вопрос. А можно я сначала покажу две свои последние картины? Конечно. Которые я готовлю к вебинару. Причём не я их писал, а писали все вместе. Участники нашей школы «Человек будущего», вот, например, цветы, они подсказывают, подсказывают, что убавить, что прибавить. Мы учимся работать совместно. Не конкурировать между собой, а помогать друг другу. Это очень важно. И поэтому, как раз таки, если люди научатся восстановить у себя то чувство сотрудничества, созидательности, которое в каждом из нас есть, потому что мы частицы Бога, как говорится. Когда мы понимаем, что Бог создатель, творец, то каждый человек творческий по существу. А когда он гасит себе этот божественный потенциал, генетический импульс, у него и возникает раздражительность, конкурентность, агрессивность. И мир катится непонятно куда. И вот сейчас мы придём к ответу на вопрос. И вот, пожалуйста. Сейчас. Я так понимаю, что это матерь мира космическая. Спасибо, спасибо. Замысл такой был, да. Она вся в звёздах, как в бриллиантах. Всяка в космосе. И в руке со свечой. И задумчивая. Думает не только о себе, но и обо всём мире. Всякий мужчина тоже. Какой бы агрессивный ни был. Обычно агрессивный бывает, когда если не досыпает, например, раздражительность высокая. Куда же быть ему лояльным, гуманным, если он не выспался. Энергии в клеточках мозга не хватает. Кислорода не хватает. И он, как натянутая струна, его всё раздражает. Особенно если с начальником поругался. Он потом приходит и на детях вымещает. Или на жене вымещает. Потому что, когда он начинает говорить, из него льётся этот поток, трудноостановимый, как затычку вытащили из бочки, фонтан. А на этом же психоанализ основан. Именно поэтому психоаналитик наводит его внимание на больную точку в душе. Из него начинает литься. И после этого он выходит. После этого специалисты говорят, как легче мне стало. Разгрузился. Оказывается, вот в чём дело. Во-первых, надо людям досыпать. Тогда они становятся более полноценными и меньше хотят ругаться. Во-вторых, надо заниматься любимыми делами. И чем их больше, тем больше точек опоры. Потому что, когда человек, сейчас открою секрет медицинский, когда человеку не позволяют, или он сам, или по внешним причинам, заниматься любимыми делами, у него потом возникает потребность и водку пить, и ругаться, и драться, и жадность какая-то появляется. В общем, масса деформаций. А если бы позволили человеку заниматься, чем он хочет. Вот, например, Гитлер, он в юности любил рисовать. Если бы Адику дали рисовать, как говорится, как сказала одна педагога на конференции, я слышал, может быть, войны тогда бы и не было. Но это так, метафора. Но в этом есть смысл. А я хочу вот что сказать. Вот учебник физкультуры для 10-11 классов профессора Матвеева. И здесь есть моя методика, которая называется синхрогимнастика. Это очень важный момент, потому что вот следующее поколение наших людей будет более здоровое и счастливое. Меньше будет конкурировать между собой. Потому что конкуренция, она ни к чему не приводит. А будет вместе созидать, синергироваться, сотрудничать. Почему? Оказывается, из миллиона различных физических упражнений очень действенным, снимающим сразу стресс, восстанавливающим силы, включающим ресурсы, является то упражнение, которое в данный момент человеку абсолютно подходит. А определяется это по критерию. Если его хочется продолжать. Если какое-то действие. И вот из миллиона упражнений человек будет вспоминать, какое же ему хочется продолжать. Вот сейчас, в моменте. Это как примеряешь рубашку в тело или ботинки в магазине. Если ты перебираешь упражнения, находишь то, которое тебе хочется делать, продолжать. И этим самым перебором ты обеспечиваешь две вещи. Первое. Сразу снимаешь стресс. Второе. Сам процесс перебора развивает креативность мозга. Ты все потом другие вопросы решаешь проще, легче и быстрее. Вот это интересно. Поэтому синхрогимнастика. Я поэтому хочу провести один пример маленький, чтобы было понятно, о чем я говорю для всех. И чтобы была польза большая. Я готовлю детей, например. Мне родители говорят, вот он устает в школе, вот как бы сделать так, чтобы он меньше уставал и лучше учился. Я его приглашаю вот здесь вот в зум. Я ему говорю, какие упражнения с физкультуры ты больше всего любишь? А я, говорит, вообще ничего не люблю. Я домой приду со школы, мне так на все, так это самое. Я говорю, ну ты просто вспомнишь, что бы ты мог сделать в течение одной минуты, если бы тебе сейчас предложили. Он говорит, ну я бы в волейбол поиграл. Я говорю, ну давай. Если хочешь меньше уставать и лучше учиться, перед каждым уроком домашних заданий, когда тебе неохота делать дело, ну надо сделать, поиграй в волейбол. Он говорит, ну мяча-то нету. Я говорю, а ты сделай эти движения. Это называется моделирование. И он берет и начинает вот так вот, как будто бы мячом. А другому я подскажу бой с тенью, а третьему я подскажу плавание, а четвертому на веслах сидеть. И вот когда ребенок делает эти упражнения, которые ему хочется продолжать, он потом садится и может потом спокойно урок делать. И у него развивается уверенность в себе. И меньше жадности у него начинает возникать. И меньше раздражительности. Потому что он делает действие, которое ему подходит. А у нас обычно как? Шалопай, давай вот это не делай, делай вот это. Тебе это будет больше пользы давать. Сейчас миллион психологов, которые учат, что нам надо делать, свое клише накладывает, кому-то что-то помогает, а этому нет. Это один маленький пример. То есть индивидуальный подход к каждому. Да. И для того, чтобы был индивидуальный подход, вот критерии. Делай то, что тебе хочется продолжать. Понятно, интересно. Скажите, вот вы сказали, что любимым делом у нас люди, если бы занимались, то все было хорошо. К сожалению, проблема гораздо глубже, потому что люди даже не знают, какие у них любимые дела. Да, поэтому нужно показать второе действие. Я сейчас расскажу. Ко мне приходят родители и говорят, вот мой ребенок не знает, чем заниматься и так далее. Я ему говорю, вот представь себе мысленно, вот такая мельница, это разные виды деятельности. Это ты печку кладешь, это ты дом строишь, это ты на барабане играешь, это ты на коне скачешь. Разные виды деятельности. Вот ты перебирай мысли по 5-10 секунд и скажи, какой бы тебе хотелось продолжить. Это называется профотбор психологический. Ну и вот он стоит и начинает представлять себе различные виды деятельности. И потом садится и говорит. Обычно такая фраза у них возникает. Я еще не понял, чем я хочу заниматься. Но то, чем я не хочу, я уже точно знаю. Уже какой-то фильтр происходит. Но это разные подходы такие мы тренируем. Я хочу сказать интересную вещь. Для всех людей на свете Будда, Будда придумал нирвану. Нирвана – это состояние глубокой душевной безмятежности. И как бы сказал, что путь к нирване – это медитация. Ну вот сейчас получается как. Один рекомендует медитировать так, другой медитировать так, третий так. Насильно изгонять мысли из головы, избавляться от внутреннего диалога, сосредотачиваться именно на чем-то, а другой советовать на другом. Оказывается, самым лучшим способом является синхрогимнастика. Надо только закрыть дверь на 5-10 минут, чтобы никто не слышал, не видел, никому, чтобы это не мешало. И чтобы человек, как ребенок, позволил себе пообезьяничать, подурачиться, побеситься, покричать, попеть, потанцевать, поплакать, ножкой подергать, делать все, что ему хочется. Потому что нас в школе никогда не учили делать то, что хочется. Нас учили, как надо делать. А ведь человек живет жизнью, ему надо иногда войти в санаторий, дать себе маленький мозговой отдых, восстановить силы, чтобы в жизни делать то, что надо. Силы набрать, целостным быть. И поэтому, если человек каждый 5 минут будет делать эту современнейшую сегодня медитацию, то есть побудет самим собой, но за закрытыми дверями, потому что, может быть, ему там хочется куклу начальника поколотить, а может, ему там хочется орать, а может, ему хочется стонать, а может, ему хочется зевать, а может, ему хочется танцевать. Вот это все ему надо делать. И когда я людей учу этому, такой динамической медитации, он потом говорит, слушайте, так это же в цигуне есть, спонтанный танец. А другой говорит, слушайте, так это же я в каком-то методе видел, что надо хохотать, хохотать, и через это освобождаться от неврозы. Я, конечно, в этой современнейшей медитации динамической все методики можно найти, потому что она правильная, потому что она идет от вашего инстинкта. Если вам кислорода не хватает, вам зевать хочется. Если на душе накипело, вам хочется рыдать. Если вам хочется там чего-то, вам надо это сделать. Он говорит, а когда я не знаю, что надо делать? Когда мне ничего не хочется делать? Когда мне просто хочется спать? Я говорю, так выспись. Правда, что ли? Да, конечно, выспись. Если тебе говорят, делай, что хочешь, а ты тебе просто спать хочешь, а так значит, ты просто не высыпаешься. Таким образом человек учится слышать себя. Хасая, подскажите, вот это замечательные физические действия, а как вы относитесь к методу, когда ты закрываешься один, сам на сам и отпускаешь все мысли. Насколько это сложно, насколько это возможно и какая перспектива в этом? Если отпустить все мысли, например, на фоне повторяемого движения, которое тебе подходит в моменте, которое тебе хочется продолжать, через пять минут голова становится пустой. вся вот эта мешанина исчезает. У нас есть индикатор напряжения условно. Вот, например, десять – это шкала стресса. А это ноль, безмятежность. Здесь десять делений. Допустим, у человека десять. Боль, паника, страх, раздражительность. Он готов сейчас всех разорвать на свете. Если он найдет действие, которое ему хочется продолжать, и на этой волне будет переживать о том, что на душе, вот разрывает его, если на фоне этого ритма, который ему подходит, он будет переживать, через пять минут у него станет ноль. Он скажет, а что я так успокоился? Поэтому он инстинктивно всегда так делает. Если я, например, с кем-то разговариваю, вот, например, с женщиной разговариваю, ну, она спокойно сидит, пусть я разговариваю, потом я ей говорю, а как чувствует себя мама ваша? И вдруг я смотрю, она начинает качаться. Я говорю, ты почему качаешься? Она говорит, я разве качаюсь? Она даже сама не замечает. То есть организм сам, как только она подумала с беспокойством о здоровье мамы, напряжение тут же подскочило, и инстинктивно она стала делать покачивание. Это в природе нашей. Вот всё, что я сейчас рассказываю, я не придумал, я подглядел у природы. Поэтому я учил психологов МЧС, например, после терактов. Люди после терактов психолога не слышат. Ему говорят, расслабься, думай об этом, а не об этом. Он говорит, я как глаза закрываю, у меня взрыв перед глазами, я никак не могу, не расслабиться, ничего не могу. А я ему говорю, а ты делай, что тебе хочется, а его трясёт. Я ему говорю, тряси сильнее. Он потрясся сильнее, раз, и успокоился. Теперь он психологов слышит. Я примеры привожу. Скажите, а что по-вашему такое спокойствие? Спокойствие – это когда ты можешь чувствовать уверенность, гарантированность, надёжность. В следующем моменте. Когда ты никому ничего не должен, никуда ты не должен бежать, ничего ты никому не обязан, когда ты не ждёшь, что тебе стукнут по голове, когда ты находишься самим собой, это состояние между рациональным и нерациональным, между сном и бодрствованием. Вот человек проснулся утром, ещё не до конца, мысли текут, как облака, ничего внутри не задевая. Вот он лежит. Это нулевое состояние. Если раздвинуть по времени, это и будет то, что буду назвал нирваной. Скажите, но как обычным людям отличить его от вот этого совершенного бездействия линии, то есть от негативного такого аспекта этого состояния? На очень большом пике напряжения, когда 10 и выше, тоже бывает апатия, тоже бывает депрессия. То есть по существу у нас есть биоритмы, мозга. Это же состояние может быть на нуле, и это же состояние только с негативным ощущением, гложет, ничего не хочется, сил нет ничего сделать, всё отрицательно, весь мир в тёмном свете и так далее. Это может быть и на пике напряжения, и на пике расслабления. Поэтому много биоритмов, дельта, альфа, там, бета, гамма, там и прочее. От большой усталости тоже может быть такое вот состояние безмятежности, когда тебе ничего не хочется. И состояние релаксации, например, после йоговских упражнений или дыхательной техники, тоже может быть лёгкость такая же. Только здесь она позитивная, а там она негативная. Ну, это вот мы обычно 3-4 занятия проводим, и люди начинают различать. Я же психиатр, я депрессии тоже снимаю. То есть люди должны постоянно наблюдать за собой и отмечать вот эти вот состояния. Негативное спокойствие, если вообще есть спокойствие, или позитивное спокойствие. Я вообще всем рекомендую отмечать в первую очередь погоду, записать 4 фактора погоды. Атмосферное давление, геомагнитная обстановка, температура, ветер, осадки. 4 фактора записывать, 2 недели. И человек начинает понимать, на что он иногда реагирует, что у него бессонница наступает, или он начинает с мужем, с женой рыгаться, или что, он на что-то реагирует. А оказывается, о, погода, дождь пойдёт сейчас. Во-вторых, я обучаю всех ежедневно, чтобы они 20 раз в день по 5-10 секунд хотя бы разминали шейный отдел, клали руку на руку, чтобы кисть была свободная. И воротниковая зона, вот эта, там, где находятся болевые точки, если найти, их размять. Несколько раз в день, чтобы улучшить венозный отток и наладить кровообращение мозга, чтобы клетки мозга получали больше кислорода. Я так людей учу от паники избавляться. Потом я их учу, чтобы они делали узелки на павель. 10 пальчиков обжимать вокруг ногтя, вот так, там больно немножко, это правильно, это 10 болей идут в мозг и снимают спазм сосудов. После этого голова проистяется. Потом я их обучаю уши разминать. Даже скорая помощь сейчас очень часто помогает человеку так снять давление. Если у него давление высокое, страх, тревога, паника, разомните уши. Или как бабушки, раньше наши ножки в тазик с водой горячей клали. А уши размяли тоже. Или руки, как мне аллерголог учил, меня учил, он говорит, если у тебя приступ пасмы начинается, иди сразу в ванну, раз руки горячей водой помой. Это же переключатели-доминанты. Вот этому я учу людей разных. Ну, принципы такие, что подбирать надо потом и диамоторные движения. Идиамоторные движения – это движения не механические, которые обычно человек делает. А вот подумал о движении, включился автоматизм, то есть рефлекс. Таким образом, обучаясь управлять рефлексами движений, ты научаешься управлять своим состоянием. Если это движение тебе не подходит, левитационное так называется, то делаешь, что руки всплывают. Вот у меня на рубашке летающий человечек – это Homo futurus, звезды над нами, космос внутри нас, эмблема нашей школы человек будущего – Homo futurus. И я хочу сказать, если сочетать между собой повторяемые движения, а повторяемые движения снимают напряжение, повторяемые движения, которые подходят тебе в моменте, с диамоторными движениями, с полуавтоматическими, если сочетать, то это делать, то это делать. Мы по существу регулируем нервную систему, повышаем стресс-устойчивость, повышаем иммунитет и уверенность в себе. А мужчина, который в себе уверен, он никогда не будет драться, он никогда не будет там жадным, он будет смелым, храбрым, он будет спокойным, потому что в нем есть чувство надежности. Он не будет трусливо куда-то прятаться и гадости делать. Надо, чтобы человек был полноценный, самодостаточный. Поэтому еще раз скажу, дети наши будут здоровее и счастливее нас. Спасибо, Хасай. Да, мы вернулись к нашей теме бесстрашие, смелость и бескорыстность. Все-таки, кто больше виноват и как сотрудничать с мужчинами и женщинами в достижении своих вот этих вот лучших качеств? Может быть, все-таки у нас женщины недостаточно правильно себя ведут для того, чтобы мужчины очень правильно направлять. Здесь говорят же, что женщина шея. У нас школа виновата. Школа, в которой ходит человек и учится. Улица виновата, конечно. Скандалы родителей виноваты. Тут много чего виновата. Ну, почему школа, я говорю. Наша школа советская была лучшая школа в мире. Несмотря на это, у нее был один недостаток, который во всем мире тоже недостаток. Это формирование шаблонного мышления. Думай, как тебе говорят. Повторяй, пока не получится. Повторение – мать учения. Вот на этой основе обучаются люди. Повторение – мать учения. Надо добавить второй принцип индивидуального подхода. Подбирай то, что у тебя получается легко, автоматически, с большой скоростью. Вот это подбирай то, что тебе хочется продолжать. Вот эти два принципа, если соединить, это уже школа «Человек будущего». То есть наша школа, которую мы ведем в интернете. И у нас сотни там, ну, у нас много очень людей из разных стран. Из Болгарии, Украины, Индии, Америки. И мы вместе сотрудничаем, тренируясь сотрудничать, создаем науку человечности. Что, в принципе, каждый человек хороший. Если он не получил родовую травму, если он не травмировался головой случайно или в автомобиле, если не перенес инфекционные болезни тяжелые, чтобы печень пострадала и так далее, если у него несчастной любви нет в этот момент. Потому что каждый человек не может без любви. Не может без любви. Он готов полюбить, поверить, довериться. А он в этот момент, как антенна, настроен на любовь. Ну, и в этот момент, конечно, у него должна быть определенная культура. То есть по существу в культуре есть тоже недостаток. Вместе с тем, что дает то, что человеку позволяет выжить, не вредя другому. Культура еще формирует шаблоны. Поэтому сегодня, как никогда, нужна современная школа, где бы оба, два принципа, и повторение матьучения, и принцип подбора путем перебора, индивидуального подхода, они бы были вместе. Вот тогда был бы взрывной эффект позитивного результата. И многие пить бы бросили. Почему они пьют? Оказывается, у нас все эндорфины, там и прочие все гормоны есть. И когда человек делает повторяемые движения, синхронные текущему состоянию, у него идет эндорфинный всплеск. Ему хорошо становится. Если он одну минутку поделал вот эти хлест там, или лыжника, или плавательные движения, потом сел, ему так хорошо, как будто 50 грамм выпил. А если поделать дольше, волну там, или ключевое дыхание одноминутное, у нас много упражнений, то у него будет такое состояние, как будто бутылку выпил. А для чего люди пьют? Именно чтобы снизить немножко напряжения, чтобы раскрепоститься, чтобы дать мозгу перезагрузиться. Поэтому же пьянство было. У нас в Советском Союзе все было хорошо, если бы не пьянство. Потому что люди должны были не досыпать. В 6 утра все на завод или в школу. Один наш любимый Сталин, как говорится, так мы так думаем, что он не спал. То есть спал сколько нужно и вставал только к вечеру, а кошка у него всегда светилась, и все говорили, ночью работает. Но если он себе позволял работать, тогда когда ему подходит, от других все должны были рано вставать. Но это вопрос спорный. Просто я хочу, чтобы мы все задумались, что у каждого свой биоритм. Все испортили в жизни жаворонки. Вот кто виноват. Потому что он легко встает утром на заре по генетике своей и начинает всех будить. Потому что ему кажется, что они все ленивые. И он начинает их тормошить, давай вставай. Вот, говорит, сосед наш вчера рано встал, говорит, и кошелек на дороге нашел. А сын ему спросонок, наверное, кто-то встал ранее, раньше него и потерял. Кто рано встает, тому, говорит, Бог дает. Поэтому все министры, все начальники, это раньше были те, жаворонки. И они всех начинали отдалить, потому что если кто рано не встает, он целый день плохо себя чувствовал. А должен был идти на работу. Вот с этим состоянием недосыпа человек должен был быть на работе каждый день. Хасая, а разве и не сама природа нам подсказывает, что нужно рано вставать? А если человек родовую травму перенес, как он может рано вставать? Ну, это уже с травмами. Но если, в принципе, человек здоровый, то птицы встают, поют рано утром, рассвет. 12% человечества с родовой травмой. А если посчитать штучно, это же огромное число. И эти дети не знают, почему они с тревожностью. Они не понимают, почему они, когда утром идут в школу или в институт, почему целый день им мука. Они не понимают. Оказывается, у них мама не так родила, или там проблемы стресса были во время беременности. Раньше же поздно так было. Это стандартная у всех. А может быть, ей надо было сидя рожать, а может быть, надо было в воде рожать, а может быть, по-другому рожать. Нас же не учили этому. Поэтому многие с травмами родовыми. Поэтому есть жаворонки, есть совы. А есть промежуточные. Есть люди, вот я пролетел, например, в Индию, или в Америку, или в Испанию, неважно куда. Там другой часовой пояс. Через 2-3 дня я адаптировался, допустим. А другой не может. Не может. Я много работал со спортсменами, они все время летают. И вот один из них никак не мог. Вот как он другой часовой пояс прилетит, никак не может. Я учил их досыпать, пока летишь в самолете, чтобы быстро досыпать. Вообще я учил, чтобы люди не боялись самолетов и так далее. Сейчас электромагнитные вот эти вот вышки везде стоят. И рядом со школами такие серьезные. Это же очень опасно, наверное, для наших детей. Есть ли какая-нибудь вот такая вот естественная защита, наша внутри, природная, для человека? Вообще-то адаптационная способность у человека очень высокая. И в первую очередь человеку не нужно накручиваться. Что такое накручивание? Как и в компьютере, есть такая вот функция разгрузка, перезагрузка. Мозг наш тоже имеет элементы компьютерных начал. То есть там нейросети и прочее десятые. И вот когда человек в очень сильном стрессе или ждет неприятности, он иногда зависает. и ему надо перезагрузиться. Если сегодня нам всем будут говорить, что новый вирус появился, который всех поражает и начинают говорить о том, что у вас немота будет, вы не сможете обоняние иметь нормальное, вы потом будете умирать и так далее. Если всем нам будут говорить, то 30% людей слягут. Потому что 30% людей потенциальные сомномбулики. им что не скажи, пальцем щелкни, он в транс попадает. Конечно, если все средства массовой информации начнут говорить о том, что эти вышки на нас влияют уже само по себе, независимо от того, влияют ли они, 30% будут болеть. То есть это, вот, например, вот табак, да, вот у меня пачка табака, табак. Вот на табаке написано инфаркт. Ну, что будет, например, курящий человек, каждый раз он курит, допустим, и все время думает, что у него будет инфаркт. Конечно, у него будет инфаркт через некоторое время. Ну, это понятно, да, наши мысли влияют на нашу реальность и действительность. Но все-таки организмы-то защищаются, но вот все остальные власти, скажем так, делают все для того, чтобы нас стало меньше здесь на Земле. Можем мы как-то другим способом защититься? Конечно, можем. Я хочу повторить еще раз, синхрогимнастик. Если человек каждый день пять минут за закрытыми дверями, если ему хочется орать, орет, хочется петь, поет, хочется хохотать, хохочет, хочется плакать, плачет, хочется спать, спит, он устойчив к вышке, он устойчив к чесноку, он устойчив к грязной воде. Я не говорю о том, что он должен грязную воду пить, боже упаси. Я говорю о том, что у него внутренние силы становятся более гармоничны. Поэтому надо вот эту целостность, а в переводе целостность, это здоровье, пестовать в себе. Что такое здоровый образ жизни? Вот я был в Нижнем Новгороде профессором кафедры здоровья и сбережения. Я там ездил по всем весям и всех учил, что такое здоровый образ жизни. Это значит снимать лишнее, напряжение, делать хлёст, лыжник, шалтай, болтай, весь назад, весь вперёд, проходом вниз, токий танец. Вот эти все упражнения. Подбирать действия, которые подходят, которые хочется продолжать. Почему я это продолжаю? Потому что, повторяю, потому что повторение мать учения в фазе закрепления очень хорошая вещь. А в фазе поиска подбирай то, что тебе подходит. Принцип подбора путём перебора. Здесь я когда рассказываю, одно и то же, вот я отвечаю на разные вопросы, одним и тем же, чтобы наконец человек потом пересмотрит ещё раз это видео и вдруг поймает себя на мысли, что наконец вдруг он услышал, о чём я говорю. Почему он сразу не слышит? Шаблоны мышления, стереотипы мешают нам услышать новое. Потому что то, что я говорю, очень просто. Делайте упражнения, которые тебе подходят. А, ну да, конечно, понятно. Людям кажется то, что им повторяли, что им понятно. На самом деле ничего не понятно. Если бы им понятно было, они бы не болели. Вот же, что главное. Им непонятно. Поэтому очень трудно какие-то простые мысли доносить до большой массы людей. Например, все знают, как бы, что мир лучше войны, правильно? А войны же и происходят. Людям нужен какой-то драйв, и они смотрят и фильмы ужасы, и все остальное для того, чтобы повысить вот этот драйв. Спасибо большое, Хасай. Афоризм я придумал. Если чего-то не понимаешь, выучи. Вот как наша школа работала. Не понимаешь, выучи. Это неправильно. Конечно, если понял, тебе и выучивать не надо. Ты никогда не забудешь. Ты должен прочувствовать это. Да. А наша школа штамповала штампы. И сегодня, когда мир переходит на цифровизацию, вот оно, про этот золотой миллиард и так далее. Все растерялись, потому что все с шаблонными мышления о условиях переходного периода, в этой турбуленции, бифуркации, в этой неопределенности. Люди не знают, что делать. Так было не первый раз. Так было, когда, например, люди осваивали электричество. Так было, когда из механической энергии переходили. Конки раньше были, кареты раньше были, лошади были. С лошадей, когда на поезда пересаживались, тоже был такой бум. Люди не знали, как будет, что будет, болели, там много чего было. Это история, если посмотреть, что у нас сегодня, да не сегодня, это каждый век повторяется, как только новые формы энергии начинают осваиваться. Перестройка людей происходит, в этот момент люди теряются, сказали всем вот это делать, и все почти делать. Потому что находится кто увереннее, тот начинает руководить. Самое правильное, это самое простое. Правильно, потому что самое простое настолько эффективное и самое интересное, что так просто, что поэтому и в голову не приходит. Так, ну на этом мы сегодня с вами заканчиваем. Друзья, с нами был доктор Хасай Али. До свидания. Спасибо, здоровья, вам и счастья. До свидания.